Мир вам, дорогая церковь! Примите, пожалуйста, сердечный привет от Кишиневской церкви Вифания. Я пару дней на американской земле, только приехал с кемпа, еще пытаюсь перестроиться. Но я надеюсь... Да, речь идет о биологических часах. Но я надеюсь, мы друг друга будем понимать в этот вечер. Также, размышляя над Словом Божьим, хотелось бы, чтобы у каждого из нас было одно желание – стать лучше, чем мы есть. Многие пренебрегают простыми буквами. И не всегда понятно, что имел в виду Иисус, когда сказал, ни одна черта не придет из закона. Казалось бы, ну, упустил одну букву. Это даже в школе не так страшно. Ну, подумаешь, пятерка с минусом. Или здесь другая система измерения, да? А, А с плюсом, Би, Би с плюсом. Эти плюсики, они, конечно же, имеют значение. Особенно они влияют как-то удивительным образом на родителей, которые могут купить на Рождество что-то лучше, чем планировалось. Если оценки будут лучше. Подумаешь, простая буква. Или союз И. И с детства, помню, А и Б сидели на трубе. И дальше думаешь, кто там пропал, а кто упал. И какая-то задача суперсерьезная для детства вдруг легко разрешается взрослыми. Простой союз И. И эти слова есть в Евангелии. И тебе самой оружие пройдет душу. Тебе самой. И, значит, не только тебе. Правда, интересно? И тебе самой. Мы очень много можем говорить на тему любви к ближнему. Мы действительно молимся о том, что происходит по всему миру. По телевизору дикторы, передавая, как упал очередной самолет, пытаются сделать вид, что они сопереживают, но дается им это с трудом, потому что новости идут одна за одной. И тут печальная, а тут радостная, поэтому не успеваешь поплакать. Сострадание, о котором говорит Библия, это когда тебе действительно больно, когда больно тому, кто рядом. Плачьте с плачущими. Это трудно. И не всегда имеется в виду возможность выдавить слезу через силу. Ведь даже когда умирают близкие люди, которых мы сильно любим, мы можем не плакать, но внутри разрывается сердце, и Бог это видит. Радуйтесь с радующимися. И радоваться тоже нужно уметь. Не так, чтобы прийти на свадьбу и оморочить ее своим присутствием. Уж если праздник, так праздник. И тебе самой орудие пройдет душу. Это говорят Марии. Он держит на руках ребенка и произносит удивительные слова. Вот лежит сей нападение и навосстание многих в Израиле. Это то, что будет происходить в твоей стране. Мария, в твоей стране родившийся ребенок проведет черту. И отныне и впредь все будет делиться на тех, кто за и против. Это не выборы президента в Соединенных Штатах за или против. Это даже не щеленское собрание за или против. Это когда вся страна разделится, и вдруг ребром станет один вопрос. Веруешь ли в Сына Божий? История поделена этим ребенком на два до и после. Мир стал другим с приходом Иисуса Христа. Но Мария, беседовшая с ангелом, Мария и Иосиф вместе, знающие, что ребенок особенный, до конца ли понимают значение этого, и тебе самой орудие пройдет душу. Мэл Гибсон в своем знаменитом фильме «Страсти Христовы, Passion of Christ» пытается передать именно это, как мама пришла увидеть сына, а его уже только что избили и повели на крест. Сына уже нет, а кровь тянется по земле, и это кровь моего сына. Поэтому для всех он спаситель мира, для Марии он спаситель мира, но для Марии он еще и ее сын, и тебе самой пройдет. Это Христос знает с рождения то, ради чего пришел. Мария еще до конца не понимает, что значит вот это «и тебе самой пройдет» орудие душ. Это тогда, когда читаешь Евангелие, и все проходит не через уши, все проходит через сердце. Это когда вдруг понимаешь каждую букву, которая есть в Священном Писании, и тебе самой. И сегодня было хлебопреломление. Сегодня, когда я преломлял хлеб, я вдруг подумал, это проходит через мое сердце, потому что я действительно переживаю по поводу того, что было. И надеюсь, это происходит с каждым из взрослых, зрелых христиан. Одна лишь буква, «А какая разница?» Это когда ты просто знаешь восприятие фактов на уровне разума. Это было, это прошло, кто-то страдал. И когда это и тебе самой, это когда не все равно. Это когда через тебя. Это когда делит тебя пополам. Это когда раскрывает тебя и показывает, что там внутри. Ибо Слово Божье проникает так глубоко до разделения. Правда? Оно раскрывает суть того, кто-то есть. Разница? Надо обращать внимание на каждую букву в Священном Писании, как, впрочем, нужно обращать внимание и на запятые, хотя это удел переводчиков, потому что в греческом тексте запятые не использовались. Я бы очень хотел, чтобы когда-то мы сделали служение и помолились о переводчиках, потому что они нам дают возможность увидеть красоту и глубину текста. Это ответственная работа. Казнить нельзя, помиловать. Есть разница, где будет запятая? Правда? Есть. Разница в одну букву. Я хочу сейчас вам предложить вечером для размышления одно слово. И в зависимости от того, как играться с буквами, будет проистекать и понимание того, что Бог нам хотел сказать. Ну, давайте потренируемся. Теизм, мировоззрение, взгляд на жизнь. Теизм в основе слова «теос» – Бог. Теизм – это когда ты исповедуешь, что этот мир сотворен Богом, и Бог активное участие принимает в жизни своего творения. Он не бросает его, он заботится о нем. И я добавлю лишь одну букву – атеизм. Меняется все, правда? Абсолютно. А отрицание существования Бога, одна буква, меняет суть. Это когда проповедь о Творце превращается в проповедь об отсутствии такового. И вдруг ощущаешь себя сиротой, и вдруг ощущаешь одиночество в этом мире. Особенно ночью, когда смотришь на звезды. Особенно, когда пренебрегаешь текстом Библии. Когда смотришь на звезды, вспоминаешь Авраама, и вдруг понимаешь, что ты одна из. Когда-то Авраам поднял глаза на небо, и Бог ему сказал, ты можешь сосчитать звезды? Среди этих звезд мы, дети Авраама. Атеист же выходит на улицу и не видит всего этого. Он не понимает всей этой красоты и голоса Писания. Нет в его сердце. Одна буква меняет все. Мы потренировались. Теизм. Утверждение, что Бог есть, и Он заботится о нас. Атеизм. А вот еще одно. И я уже прошу вас проникнуться уважением к переводчикам. Послание к Галатам. Знаменитый текст. Плод же духа. Плод же. Сравнивается. Дела плоти, они известны, и не хочется в этот день говорить об этом. Дела плоти. Поверьте, список побольше. Можете проверить, если не доверяете. Там список побольше. А плод духа всего девять. И перечислено очень быстро. Плод же духа. Дела плоти, это всегда в плюралисе. Почему? Почему плохих вещей так много? Это множественное число. Дела плоти. Множественное число. Плод же духа. Один. И неправильно, когда мы говорим много. Один. Плод духа. Один. Христианин, это не яблоня, где есть плоды. Христианин, это скорее, ну, позвольте мне молдавскому сердцу сказать, христианин, это скорее виноград. Баптисты хоть вино не пьют, но по виноград говорить могут. Это когда одна гроздь, а на ней много ягодок. Гроздь одна, а ягодок много. Их девять. И мы не имеем права, и я не имею права говорить, у меня есть любовь, у тебя милосердие. Я говорю не о дарах Святого Духа, я говорю о плоде Духа. Дары, они разбросаны по всей церкви, и мы ими служим друг другу. Плод же духа должен быть в жизни каждого из нас, в жизни каждого. Полная гроздь. Все девять. Все девять. Это когда и любовь, и милосердие, и вера, и кротость, и воздержание. Мы не можем поделиться вот у этих любовь, у тех милосердие, а у тех вот так и садитесь на богослужения. Нет. У каждого из нас все девять, и среди них вера. И мне здесь трудно было. Беру греческий текст, беру различные переводы, беру румынский, что я преподаю на двух языках. Английский. King James. King James. Faith. Вера. New King James. Faithfulness. Верность. Вера и верность. В греческом тексте разница в одну букву. Pistos. Pistis. Я, когда читал об этом, я подумал, а кто мы такие? Вера и верность. В чем разница между двумя этими словами? Существительное, прилагательное пожелание Библии всем нам. чтобы вера была или шагала в ногу с верностью. А о вере в Библии сказано очень много. Но именно здесь, в послании Галатам, я вижу, переводчики смутились. И беру вот так спектр переводов. И одни переводят вера, как все на дальний перевод, впрочем. И другие переводят верность. Так что же должно быть у верующего человека? Вера или верность? Посмотрите, как легко ответить. Ведь и бесы веруют, и трепещут. Но нам с ними не по пути. Наличие веры это не все. Это начало, это стартовая позиция. Я верую Господи. Даже можно помолиться, помоги моему неверию. Священное Писание говорит об этом очень красиво. Горе вам, учители, учители закона, горе вам, фарисеи, горе. Христос вводит это слово горе. Лицемеры даете десятину, смяты они с отмина, и оставляете важнейшее в законе. Суд, милости и веру. И вот снова переводчики схлестнулись. И некоторые переводят вера, некоторые переводят верность. Потому что сложно сказать, что фарисеи, книжники, атеисты. Правда? Сложно сказать. Если они оставили суд, если они оставили милость, главное в законе, и они оставили еще и веру, стали ли они атеистами? Да, конечно, нет. Так что же оставили они? Отсюда другие переводы сразу говорят, они перестали быть верными. Веру да. Можно оставаться верующим и потерять милость по дороге. Суд оставить милость, оставить веру. Я верю. Но вера лет. Да, это вера, если грамматически подходить к тексту. Если духовно подходить и смотреть не на букву, а на дух. Что же это за верующий человек? И в этот мир пришел Иисус. Верят все. Это народ Божий, Израиль, а Иисус, обещанный, Мессия, Егошуа, или его имя, Ешуа, или его имя, Машеах. Он, Мессия, помазанник, его ждем. Но никогда не встретят достойно эти люди своего царя, когда в сердце нет ни милости, ни неверности. Неверность – это не просто про жену или мужа, которые отступили от обета. Неверность может проявляться на каждом шагу или в разных обстоятельствах. Иисус молится, «Я молился о тебе, чтобы ты не лишился веры», или чтобы не, синодальный перевод, «чтобы не оскудела вера твоя». Оказывается, вот она, вера. Вера может быть еще и худой, ну, не в смысле плохой, а в смысле по объему, не очень большой. «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Это как? Давайте остановимся и подумаем. Это как? Оскудевшая вера. Вера есть, да? Вера без милости. И вера без справедливости – это у книжников. А вот, Петр, «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Очень многие люди гордятся тем, что на фоне неверующих у них есть вера. Достаточно ли этого? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Один из предметов, который я преподаю, эсхатология, доктрина о последнем времени, учения о последнем времени. И мне интересно, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? То есть, такое ощущение, что на земле будут все атеистами, и верующих не будет вообще? Нет, не об этом идет речь. Достаточно прочитать Откровение, 13-ю главу, соединить ее с посланием к фессалогийцам, вспомнить слово «антихрист» или «человек греха», который в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога, а значит, привлечет людей к себе. Не атеистов, очевидно, если сам захочет быть для них Богом. Откровение, 13-я глава, знаменитая трафтовка текста 666, печать, оно будет положено на чело, и через это люди будут доставлены поклониться не Господу правды. А значит, на земле в тот период не только атеисты будут, люди будут верить. Когда Иисус говорит, найду ли веру на земле, Он не имеет в виду, что все будут атеистами. Он имеет в виду, что верить будут во что угодно и как угодно, каждый на свой лад, только не так, как хочется Господу. Вера бывает очень разной. Вера бывает худой, вера бывает без милости, вера бывает такой, что Христос ее и вовсе называет. Найду ли веру на земле? Очень трудно читать эти слова. И сидишь и думаешь, к кому это относится. Здесь можно говорить на тему восхищения, когда перед скорбью, в середине скорби, но остановимся пока на разнице в одну букву. Пистис – это вера по-гречески, а Пистос – это верующий и верный включительно. Быть верным. Священное Писание говорит о Стефане. Их было семь, семь дьяконов. И один отмечен отдельно. Муж исполненный веры. Некоторые считают себя верующими, даже верой это сложно назвать, а даже среди верующих, настоящих, есть кто-то, кто особенно выделяется. Особенно выделяется. Муж исполненный веры. И Писание отмечает эти моменты. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас не довольствовался тем, что верит. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, и я включительно, чтобы каждый из нас проявлял верность, а верность проявляется в конкретных обстоятельствах. Я бы хотел, чтобы мы тяготели к тому, чтобы верой быть наполненными. Исполняйтесь Духом, не упивайтесь вином. Исполняйтесь Духом, быть полным. И к исполняйтесь Духом есть еще красивая полная вера. Если бы веру можно было взвесить. Знаете, как на кухне весы. И время от времени становишься на весы, чтобы посмотреть, прибавилось или убавилось. И если хочешь сам себе сказать пару комплиментов, то лучше взвешивайся до обеда, чем после. Всегда предпочтительнее выглядят цифры. Но верующего нельзя так взвесить. У нас нет такого прибора, чтобы можно было как-то взвесить. Дозиметр, он проверяет радиацию. Весы проверяют вес. А веру, как увидеть? Вера проявляется в поступках. По делам их узнаете их. И каждый из нас в этой жизни оставляет свой след. И следы показывают, кто мы есть и что за сердце бьется в нас. И из священников очень многие покорились вере. Книга «Деяния апостолов», глава 6, стих 7. Были ли они атеистами? Нет. Но покорились чему? Вере. Вере. Надо уметь покоряться вере настоящей. Вера, вере и рознь. Служили Богу, но не служили Иисусу. И вдруг поняли, что идут не в том направлении. И вдруг верующие люди решили вере покориться. Представляете, как интересно? Это как мокрого отправить в душ еще раз. Вроде бы верующий. Тогда достаточно. Мало быть верующим. Важно верить в кого нужно, как нужно. Важно быть верным. Бодрствуйте. Стойте в вере. Будьте мужественны и тверды. И здесь есть хоть кто-то, кто носит имя Григорий? Есть хоть один Григорий? Есть, конечно. Что, полсобрания Григория, поэтому руками не поднимаете. Правда? Нет? Интересно, что в греческом тексте здесь повеление, императив. Григориете. Григорие. Отсюда и красивое имя Григории. Бодрствуйте. Григориете. С этой перспективой все Григории. И я, Александр, тоже должен быть Григорием. Я должен бодрствовать. Бодрствовать. Бодрствовать не просто не спать. Часовой на посту. Мы еще говорим, на часах стоит. Не спит. Мало не спать. Важно просто что-то делать. Великий подвиг. Не заснул. Пошел на охоту. Великий подвиг. Не заснул. Но и не попал. В чем подвиг бодрствования? Бодрствуйте. Стойте в вере призыв священного писания. Значит, из нее можно упасть. Что-то может произойти, чтобы положение поколеблется. Стойте в вере и бодрствуйте. Первая глава третьего послания Иоанна. Возлюблены. Письмо любви. Апостол Иоанн. Возлюбленный. Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. И вот тут синодальный перевод уходит от перевода «просто будь верующим» и позволяет себе открыто сказать. Возлюбленный. Ты, если принимаешь странников и обращаешь внимание на братьев и поддерживаешь, ты верен. И в священном писании, оказывается, есть много текстов, которые мы просто вместе с другими читаем, пробегая по ним. Возлюбленный. Мне приятно обратиться. Письмо очень короткое. Письмо очень короткое. Третье послание Иоанна. Оно очень маленькое, но он обращается к нему, называя его и возлюбленным, и верным. Ты как верный поступаешь, а значит, вера, проявленная в делах, отмечена апостолом. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? В малом ты был верен. Священное Писание, оказывается, не говорит просто о вере. Так сказать, Христос спустился в мир неверия, чтобы сказать, доверьте хоть в кого-нибудь. У нас иногда, мы проводим исследования даже по городу, общаемся с людьми и спрашиваем, что они думают о Боге, о Писании. И многие говорят, о, это хорошо. Хорошо, что открывается церкви. Хорошо, что есть религиозные передачи. Хорошо, что праздник Рождества официально теперь в календаре Республики Молдова. Мы вообще богатые люди. Пришел к американцам говорить о богатстве. Мы богатые люди. У нас два Рождества и два Новых Года. У нас вообще праздников много, если бы только в эти праздники Священное Писание читали. И когда ты говоришь о Боге, они говорят, о, вообще все хорошо. Главное в кого-то верить. Нет. Главное верить в Иисуса и быть Ему верным. Бесы даже прибегали и кланялись Ему. И я вижу, что теологическая сторона вопроса здесь на высоте. Знаем, кто ты? Святый Божий. Молодец, экзамен сдал. Я бы его перевел с одного семестра на другой. Угу. Но это не все. Я бы не перевел, потому что этого недостаточно. Мы знаем, кто ты, Святый Божий. Мы знаем. Жить в соответствии с знанием. Вот что важно каждому из нас. В малом ты был верен. Над многим тебя поставлю. Бог поставит над многим верных, а не просто верующих. И в Евангелии от Луки появляется эта же идея. Она есть у Матфея, она есть у Луки. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? В неправедном богатстве. И здесь, в греческом тексте, любимое слово «мамона». Оно появляется не только в Евангелии от Луки. Один раз. Оно есть. Здесь несколько раз неправедное богатство. Если вы не умеете распоряжаться, говорит Священное Писание каждому из нас, деньгами, которые в кошельке, можно ли вам доверить больше? Верность, оказывается, проявляется не только в определенных часах недели. Желательно воскресенье утром. И желательно два часа дохлепреломления и два часа после. Верность – это состояние жизни. Состояние – это направление, по которому движется моя жизнь. Я не хочу сбиваться с этого пути. Верность. Верный и благоразумный домоправитель. Господь же сказал, кто же верный и благоразумный домоправитель. Дома строят. Особенно среди иммигрантов крупные специалисты. По тому, как поднимать дома. Я даже напросился один раз, чтобы меня взяли на такую стройку, чтобы я увидел, как строятся дома в США. Мне это понравилось. Все пахнет деревом. Это интересно, когда один раз и в экскурсии. Я увидел? Да. Специалисты по сайдингу сказали, очень весело. Да? Фреймеры и так далее, и так далее. Здесь много специалистов. Священное Писание говорит, а домостроитель? Ой, экономос. Надо уметь правильно строить. Все любят слово экономика, экономические факультеты. Заканчивают. В Молдове у нас очень много юристов и очень много экономистов. Экономистов много, экономики нет. Поэтому нас не касаются мировые кризисы. Мы просто их не боимся. И, кстати, нам не было страшно, когда вы говорили тут о конце света, потому что у нас всегда конец света, конец газа. Все когда-то заканчивается. И в моей церкви смело продавали календари на 2013 год. И, слава Богу, я здесь этот год наступил. Мы не боимся этих вещей, мы боимся Господа. А когда боишься Господа, уже не надо бояться никого и ничего. Правда? Это и есть мудрый подход к Священному Писанию. От домостроителей требуется. И здесь очень красивое слово. Умение управлять. Умение управлять семьей, умение управлять домом. Одно из качеств епископа. Кто епископство желает, доброго дела желает, но он должен уметь что? Управлять. Это сложно. Уметь управлять машиной, управлять велосипедом, управлять жизнью. От домостроителей управлять финансами и правильно строить свой дом. И очень важно, чтобы быть верным каждому из нас. Священное Писание передает этот текст из Евангелия в послание. Апостол Павел использует то же слово. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И Библия говорит о верных в отдельности. Верный Тихик. Тихик. Что вы знаете о Тихике? О Тимофея знаете, сто процентов, правда? Про Тита что-то можете рассказать. Что вы знаете о Тихике? Да, у него имя такое Тихик. Поэтому Тихий никто ничего не знает, да? Тихик. Что вы можете сказать о Тихике? Вот возьмите по листочку бумаги и давайте сейчас напишем сочинение. Я иногда так захожу в класс и радую своих студентов. У нас сейчас будет небольшой экзамен. Взяли все по листочку бумаги. И почему-то на лицах не читается радость. Они берут, а я вижу, что они не подготовлены. Да, я их тренирую. Христос тоже придет неожиданно. Я захожу и говорю, а сейчас напишите. И я чувствую, что они не очень готовы. А потом говорю, возьмите листок бумаги. Сложите его вдвое. Они складывают. Я говорю, а потом сделайте из него самолетик. И бросьте в окно. Помните, как делаются самолетики из бумаги? И они стоят, взрослые люди, с самолетиками в руках. И понимают, что экзамен прошел мимо. Я говорю, я вам не засчитаю эту оценку. Но я хочу, чтобы вы были всегда готовы. И я был всегда готов. Бодрствуйте, стойте вере. Это удивительно. Это удивительно. Возможность выстраивать отношения с Богом, зная, чего Он хочет от нас. Так вот, Тихик. Что мы можем сказать о нем? Возьмите листок бумаги, сделайте самолетик. Стойте вот так. А я скажу простую вещь. Апостол Павел, когда нуждался в определенном деле, Он послал в другую церковь никого иного, как Тихика, и дал Ему сопроводительное письмо. У нас сегодня все работает через телефон, через рекомендации. Мы даем письма из церкви в церковь. Здесь поставили печать, там приняли. Это хорошо. У баптистов хорошо работает эта система. Тогда были сопроводительные письма. Телефон не работал. И Он отправил своего друга Тихика и написал сопроводительное письмо. Это верный человек. У меня есть один друг в Германии. Он когда хочет похвалить, а он не многословен, но когда хочет похвалить, он говорит про кого-то. Он любит Господа. Если ты знаешь, что это значит, ты понимаешь, что он сказал все. Он любит Господа. В Ветхом Завете есть такое определение. Человек Божий. В Библии есть еще одно определение. Он верный в Господи служитель. Ведь достаточно было бы написать служитель, правда? Ну уж тем более, когда служитель в Господе. Но про него добавляется или про других? Апостол Павел пишет, верный в Господи. Это слово любит апостол Павел. И он пишет очень часто либо о людях в отдельности, либо о целых церквях, верные в таком-то городе. Что бы он написал про церковь в Эйджвуде? Я давно сюда приезжаю, и мне нравится эта церковь. Я уважаю ваших пасторов. Андрея Сергея Петровича. Мне приятно. Приятно быть здесь. На молодежной конференции, помнится, здесь проповедовал. Мне нравится этот зал и эта церковь. Я не знаю каждого из нас, но в целом я знаю, что эта церковь давно и в правильном направлении идет. И когда мы читаем библейские тексты, где написано, верные в Господе, в целом мы должны успокоиться. Но в целом. Баптисты всегда делали ударение на личных отношениях с Богом. Поэтому церковь в целом может быть верной. Но так хочется, чтобы каждый в ней был таким. Поэтому вопрос личный. У тебя есть вера? Да. А как с верностью? Я посещаю церковь верных. Здорово, правда? Я не про это спросил. Весь вопрос идет с небес индивидуально каждому из нас. Павел волею Божью, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Апостол Павел говорит о церкви. Эфесианам 6, 21. А дабы вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господи служитель. Апостол Павел отмечает его отдельно. Он умеет хвалить, и это правильно. Мы должны уметь не только обличать. Мне неприятно видеть, когда в церквях все обладают даром обличения и мало кто ободрение. Мы должны уметь друг другу говорить красивые слова. И так бы хотелось, чтобы мы иногда приветствовали друг друга. «Приветствуй верный в Господе». Если ты приветствуешь кого-то, мир вам, и тебе отвечают, с миром принимаем, твой мир переходит на них. Правда? А если нет, он что? Возвращается. Интересно, если ты кого-то поприветствуешь как верного. Примут ли? Священное Писание по отдельности. Сильван. Петр говорит. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас и утешить вас». Вокруг апостолов были верные люди. В одиночку ничего не сделаешь. Как пастор скажу вам, в одиночку ничего не сделаешь. И любой служитель в церкви, чем бы он ни занимался, а регент, администратор, в одиночку ничего не сделаешь. Церковь состоит из людей. И очень бы хотелось, чтобы вокруг верных служителей были верные христиане. И мы сплотились вокруг верного слова. Ах, что же я сказал? Когда мы говорим «верный человек», так можно говорить. А верное слово разве так можно? Как слово может быть верным? Я когда впервые... Еще раз, версия. Извините, перебил два раза, да? Я когда впервые попал в церковь, я знаете, что услышал от верующих? Я родился в православной семье. Я когда впервые попал в церковь, я слушал среди верующих. Верующий кулек, верующий пакет, верующая футболка, верующий карандаш. Что это значит? Это предметы, на которых есть крестьянские надписи? Да, наверное, так. Верно, верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Тот, кто будет потом окружен верными людьми, тот, кто сам теперь верный Господу, напишет, что Слово Божье тоже является верным. С одной стороны, это не одушевленный предмет, да? Ну, Библия. А с другой стороны, когда мы говорим о Слове, откуда и Living Bible, Слово живое, особенно когда говорим о Христе, Он есть Божье Слово. Верно. Священное Писание говорит, верные люди, верные церкви, как сообщество людей, и потому-то они верные, что читают и доверяют верному Слову. И центр, стержень этого Слова Христос пришел в мир спасти грешников. Пистос хологос. Слово себе верно и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Удивительно. Выше Он говорит, это Слово верно, прими Его. Христос пришел в мир спасти грешников, а наипаче кого? Верных. Христос спасет верных. А наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью Твоею, но будь образцом для верных в Слове, в житии, в любви, в духе, в вере и в чистоте. Дорогие братья и сестры, каждый хочет попасть в рай. Но мало кто что делает для того, чтобы быть там. Разве что там нужно делать? Ведь спасение по благодати не от дел, чтобы никто не хвалился. Это правда. Посланник Ефесянам. Но только спасение, которое мы получили, должно проявляться в жизни ради этого Господа. Поэтому верность неотъемлемая составляющая жизни каждого из нас. Верный человек, верная церковь, верное слово. Что осталось? Что? Аминь! Верность Бога. Нельзя сказать, что Бог верит. Зачем Богу вера? Он все, что знает. Поэтому о вере Бога не отмечено, не сказано нам. Хотя мы иногда прокручиваем «имейте веру Божью». Вот этот стих. «Имейте веру в Божью» или «имейте веру в Бога». Зато в Библии написано о том, что Бог верен. Верен обещавший. Эти сочетания есть у нас в Библии. Он свидетель верный и истинный. Библия говорит об Иисусе Христе. Свидетель верный и истинный. Верное слово, данное верным Богом, верным людям, составляющим церковь верных людей или преданных Господу. Моя молитва к Богу вместе с вами в этот вечер. Благодарю Тебя, Господи, за верность Твою. Благодарю Тебя, Господи, что Слово Твое изменило меня грешника. И я сегодня в числе верных, за которыми Ты обещал прийти. Он есть спаситель верных. Я доверяю этому слову, как ребенок. Сколько бы ни было лет, как ребенок, я говорю, Господи, доверяю, и нет никакого сомнения. Ты верен, я обещал прийти за мной. Помоги мне сохранить эту веру и помоги мне ее проявлять в поступках, чтобы Ты видел, что я верен Тебе, а не просто верю, что Ты есть. Я хочу вместе с Вами помолиться Богу. Вас очень много, а я один, а времени так мало. Встаньте, пожалуйста, дорогая церковь. Склоним головы перед Богом. Я хочу, чтобы каждый из нас себя спросил, стоим в вере, верны ли что мешает иногда быть верным? Не прячемся ли мы за слово вера, а вместе с тем не проявляем эту веру во всей полноте. Плод Духа Святого. Он один, а проявление девять. Если это гроздь духовная в жизни каждого из нас и в моей, я из-за себя переживаю, братья и сестры. Мы склоним головы и будем размышлять о себе. Я хочу помолиться за себя и за всех вас. господи, я молю Тебя, прими благодарность от каждого из детей Твоих. Ты все свои обещания выполнил и все те обетования, которые еще стоят перед нами, верим, выполнишь. Мы доверяем Тебе, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты верен своему слову. За верное слово благодарим Тебя. За то, что на земле создал церковь и продолжаешь ее наполнять любящими Тебя людьми. Я молю Тебя за каждого из нас, Господи. Помоги верить твердую веру. Помоги в этой вере устоять. Помоги в вере не колебаться. Помоги проявлять эту веру в поступках. Помоги сохранить эту верность до конца. Молю Тебя, Господи, за каждого из нас в отдельности и за всех нас вместе. поклоняемся Тебе и прославляем Тебя в этот вечер в великий верный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Сын Отец Продолжное Продолжение следует...